И снова приветствую вас дорогие гости и подписчики канала Продолжаем развивать сельское хозяйство в селе Ягодном И у нас наконец-то закончилась ферментация силоса в бункере И давайте-ка мы его распечатаем Смотрите какой у нас силос получился И я прикупил кое-какие вещи Во-первых это винтовой конвейер Для того чтобы нам было удобнее не горячиться по грузчикам А просто-напросто подъехал, загрузил И вот такой вот трактор Т-40 С вот таким вот фуражным прицепом КТУ-10 Ну не совсем так сказать фуражный, а прицеп мешалка И как вы уже догадались Мы будем сейчас покупать коров Давайте-ка для начала мы запустим вот этот вот Конвейерный, это винтовой конвейер Вот, то есть чтобы Так, немножко вот так вот поставим его Да, вот здесь вот так вот Давайте-ка Вот и как он запускается Давайте-ка посмотрим Так, выставить трубу Так, развернуть Вот так И включить Да Все, он, как говорится, работает Да Вот Теперь Давайте-ка сейчас для начала мы Наберем Соломы и сено Да, вот в равных консистенциях Это примерно около 30% Чтобы было Вот То есть и сено, и соломы И силоса потом Так, давайте-ка посмотрим Что у нас там Так Давайте-ка наберем Солома Начать Так, надо набрать около 4000, да Так вот Ну, 3900 Ну, в принципе, нормально Вот столько, да Вот, сразу же у нас Заработала, так сказать Машина, да Вот, мешалка Так, и давайте-ка наберем Еще сено Так Сено Так, и того должно Получиться сейчас 8000, да Так, ну вот так примерно Так Так Вот такой вот у нас Трактор изнутри, да Вот Т-40 И вот этот наш Т-40 Он будет работать чисто Вот здесь, вот, да И кормить коров Вот И Если что Мы его будем только Выдергивать На некоторые Полевые работы Так И вот сейчас Вот Загрузим Силоса Так Что-то не загрузилось До конца Давайте-ка посмотрим Что у нас тут Не получается Загрести что-ли Не может Никак Ну все Нормально Пускай так стоит Так И поехали В сторону Коровника Потому что Как вы помните Мы его Купили Да Вот Он наш Но мы еще Как говорится Там еще Вообще Не были Ни ногой Вот Так Он немножко Вот так вот В отдалении Находится Но ничего Страшного Как говорится На тракторе Мы можем Доехать И Естественно Мы сейчас Приобретем Телочек Молочной породы Не знаю Возьмем Наверное Где-то Может Полусотни Голов Да Насколько Хватит Так Так Давайте-ка Сначала Мы Купим Коров А потом Уже Будем Как говорится Кормить Так Лимузинская Так Вот Гольштинская Они Вот Так Сколько Возьмем Две Сто Да Значит Получается На сотню Уголов Нам не Хватит Конечно Можно Давай Давайте Уж Сразу Еще Три Штуки Возьмем Так Раз Два Три Так Отлично Вот Вот Они Наши Коровушки Да Вот И Давайте Сейчас Мы Будем Их Кормить Так Моносмесь Я Кстати Как говорится Под вечер Вчера Было Большой Спрос На Картон Я Продал Где-то Вот 20 Поддонов На 103 Тысячи Да Вот И Это У нас Как говорится Позволяет Сейчас Немножко Обзавестись Вот так Вот Скотиной Смотрите Много Корма Потребляют Они Однако Так Смотрим Что Там У У нас Так Моносмеси Ну В принципе Нормально Да Вот И Сейчас Вот Так Пойдемте Ка Сходим У нас Так сказать Это Коровники Такие Цивильные Подведем Короче К ним И водопровод Такой Вот Вот Нальем Им Воды Ну Несмотря На то Что На зиму Они Вот Здесь Пасутся Тоже Так Так Будем Будем Ждать Подвезем Которые Которые Вот Замешивают Корм Уже Там В промышленных Масштабах Так Смотрите Несмотря На то Что Зима Воды Много Требуется Да Вот А вот Представляете Что Будет Летом Итак Естественно Тут На нас Вот Будут Работать И Скотники Короче Дед Макар Да Вот Они Будут Чистить Ну В общем То Наводить Чистоту И Порядок Вот Так Прекрасно И Давайте Ка Сейчас Съездим Привезем Еще Соломы Да Вот Так О молоке Конечно Пока Думать И рано У нас Наверное Будет Отел Наверное Только Уже В следующую Только Зиму Да Вот То есть Пока Будем Претерпевать Вот Такие Расходы На них Ну В принципе Возрождение Животно Это Животноводческого Хозяйства С нуля Оно Как говорится Будет Затратно Всегда Так Ой Немножко Скользит Трактор Немножко Скользит Трактор Немножко Да Вот так К сожалению В отдалении Находится Так Надо будет Дорожки Почистить Так Лошадей Мы с утра Покормили Соломы Им тоже Дали Воды Подлили Ну В бункере Овес Еще и имеется Так Так Нам нужна Солома Да Вот Давайте Наверное Где то Наберем Наверное Ну Около Пяти тысяч Наверное Может быть Да Ну Можно Чуть Побольше В принципе Сколько Нужно Насыпем Вот так Вот Пусть Шесть Будет Может быть Хватит Так Да Ёлки Палки Трактор Не поворачивает Скользко Так Эти березки Надо перемолоть В щипу Они тут Мешаются Ни к селу Ни к городу Тут они Стоят Ну да Не спорю Конечно Немного Красиво Ландшафт Украшают Ну Тут они Не к месту Такой Трясет Немножко Трясет Так Так Смотрите продолжение в следующей части. 5 тысяч ровно, да? Ну, в принципе, неплохо. Ну, давайте-ка вот здесь вот оставим, наверное, наш трактор, да? Вот, он будет стоять здесь всегда. Вот, и в случае чего мы будем брать его отсюда и подвозить корм. Странно. Ну, ладно. Так, пусть вот так вот наполненный соломой стоит тут. Так. Давайте-ка прогуляемся на улицу. Вот наши коровы, да? Тут они гуляют. Что-то умудряются откапывать, сживать что-то, да? Ну, вот здесь у нас такие вот доильные аппараты, да? Вот, смотрите. Вот, и сюда вот будет накапливаться молоко. Бетончики стоят. Ну, пока о молоке думать еще рано, к сожалению. Потому что они еще у нас молодые. Так, давайте-ка двери, наверное, закроем, чтобы они не простудились. Так. А это закрывается, нет? Нет, не закрывается. К сожалению. Так, и вон те, на вон ту, наверное, вон те ворота тоже закроем. Так, вот эти не закрываются? Нет. Итак, тем временем мы тут перевозим щеку, да? Вот, это, по-моему. И сейчас надо будет нам подогнать поезд. Вот. И я думаю, сейчас мы возьмем масс и подгоним туда, вот, короче говоря, поддоны. Вот, будем перегружать их потом на поезд. Так, давайте-ка, наверное, все остатки щепы туда высыпем сейчас. Так, на птицефабрику мы завезли воды уже достаточно. Ну, почти там на 100%. Вот. Ну, и водовозку обратно загнали в гараж, короче говоря. И в случае чего, если что, мы его, как говорится, вытащим. Давайте-ка возьмем Мазда. Сейчас прицепим прицеп. Так, тоже надо ездить поосторожнее, да? Потому что... Гололед. Так, прицепляем. Ну, и поехали потихонечку сейчас до столярки. Вот, там около 250 тысяч кубов у нас имеются поддонов, да? Вот. И надо будет поддоны. Я думаю, вот, где-то около 32 стопок прям на поезде отвезем туда, да? Вот. И заодно потом, по возможности, сколько останется там, наверное, где-то вот около 16 стопок отвезем еще так же на птицефабрику. Вот. Затем надо будет привезти туда топливо, вот, чтобы вновь возобновить работы. Вот. А что еще? Чем еще зимой заниматься? Лесом, да? Будем потихоньку кормить животных, да? Ухаживать за ними. Вот. Ну, и тем самым, постепенно, вот так вот, как говорится, придем мы к лету. Вот. А там уже начнутся полевые работы. Вот. Потихоньку, так сказать, вот, зимой будем заниматься производствами. Пока у нас сельскохозяйственная техника, да, вот, стоят, короче говоря, на консервации. Тихо, так сказать, вот, стоят, короче говоря. Так. Осторожненько, тут сейчас скользко, да, у нас. Так, нагружается, да? Так, ну и нужно будет потом сейчас нам подогнать трактор, да? Вот, чтобы было возможно перегрузить поддоны с этой платформы на платформу поезда. Так, потихонечку. Лесные дороги, к сожалению, вот такие вот, немножко, так сказать, опасные. Так. 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 назад с обрыва прям не слететь по дорожке аккуратненько поехать скользко тут у нас т-150 там наверно щипа уже закончилась да и в округе уже что-то это низкорослых деревьев меньше стало так так сколько у нас имеется 260 тысяч поддонов почти половина лесопилки переполнена аж даже да вот так давайте-ка наверное по максимуму возьмем так и давайте-ка будем потихоньку загружать так так еще немного сейчас возьмем так так и еще четыре штуки надо да так 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 4 поддона так поддоны поддонов ну можно в принципе так сказать да поддоны поддомов тяжеловатенько идет конечно да так так давайте к нам довезем вот эту пачку дону до так надо еще это выехать до зимние дороги к сожалению не такие так давайте-ка вот тут вот наверно я выеду все-таки на дорогу да асфальтную здесь надо будет это вот такой проезд сделать вот отлично более-менее весело пошла до зеркала то какие огромные да в общем то нравится мне вот этот масс так только конечно конечно пока разгонимся да с таким огромным штабелем поддонов камаз у нас там стоит он подвез щепы уже туда так ну и потом мы подгоним сюда конечно поезд так ладно это все я сделаю за кадром ну что ж дорогие друзья гости и подписчики канала на этом пока мы заканчиваем наше видео всем спасибо за просмотр кому понравилось ставьте лайки вам это не трудно мне будет приятно так же гости подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик вот чтобы знать о выходе следующих видео ну и всем удачи дорогие друзья пока пока Субтитры сделал DimaTorzok